Лицемерие И поэтому Приемлемая или неприемлемая форма греха Это немножко лукавое такое Выпрошение, не бывает приемлемых форм греха Мы должны стремиться К избавлению от греха И к отказу от греха в принципе Знаете, есть такая Поговорка, что лучше худой мир Чем ссора Я вот, например Не придерживаюсь Не хочу, вернее, придерживаться Этой практики Я считаю, что по Евангелию Отношения между людьми должны быть выяснены Правда? Христос говорит Если ты имеешь что-то против брата твоего То иди и обличи его Если не послушают тебя, возьми двух свидетелей Если свидетелей не послушают То призови церковь Видите, как Евангелие говорит нам о том Чтобы мы постарались все-таки выяснить Свои отношения с окружающими нас людьми Если мы находимся с ними в каком-то противоречии Это по-христиански Вот это вот всякие такие Американские и европейские улыбки Когда все вроде бы на поверхности Хорошо и сладко А внутри, как Писание говорит Все полно костей Гниения и смрада Мне кажется, что это не по-христиански Хотя, безусловно К сожалению, к великому Так как мы с вами люди крайне-крайне немощные Часто не лицемерием, скорее А каким-то такой взаимной пощадой Мы бережем себя от острых углов Хотя, по-евангельски это неправильно Представьте себе, что было бы, если бы Христос Постоянно бы делал доброе лицо Улыбался бы всем И никого бы не обличал ни в каких грехах и страстях Что это было бы за Евангелие Да, правда Христос молчал перед Пилатом Потому что разговор был абсолютно бессмысленным Вот, ну, по всей видимости Так и когда писал на земле перстом Потому что что было говорить с людьми Которые были разъярены, правда Гнев человека не творит правды Божьей Поэтому в таком состоянии, конечно, с человеком Разговаривать не стоит И отвечать ему не стоит А после прийти и разобраться Что к чему Искать, искать этого разбирательства Только мирно Через друзей, как говорит Евангелие Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому